добрый день дорогие друзья мы продолжаем нашу недельную главу которая называется вайра и в конце главы очень важная вещь написано что у врага есть брат нахор мы его знаем из лавы наах и вот написано что его жена мелька родила сыновей на хору брата врагам и написано у за брата его и буза и арома начальника арома к мэлера начальника арома и кэсада и хайзо и пильдаша и длава и битуэля битуэль родил ривку этих восьмерых родила мильха на хору брата врагам наложница у него имя которой риума также тиваха ахама тахаша и маху стоит список имен раши пишет что весь этот список у нас только ради того чтобы показать откуда взялась рифка и особо комментарием немного на эту тему что нам известно известно что у на хора 12 сыновей это род двоюродные братья исхака и девочка рифка здесь присутствует и если мы смотрим у якова 12 сыновей девочка дина смотрим у ишмаэля 12 сыновей девочка махалат смотрим даже и сава тоже 12 князей девочка темна обязательно как-то это все идет единственное у кого тринадцать сыновей и октана этого брата пелега в дни которой разделилась земля на материки главы наах что еще если мы берем смотрим комментарии то уц первенец на хора есть мнение что это йов самый многострадальный человек во всем танахи больше всех он страдал страшными страданиями мы знаем что есть книга йова у нас и что написано на первой странице что написано последней странице мы можем понять из текста на первой странице написано что йов был праведник необычайный он себя вел достойнейшим образом и сатан спросил у всевышнего всевышнего этом праведник астана говорит вот тому праведник что ты ему все дал и всевышний испытай его только жизнь его не лишай он взял и забрал его имущество напали преступники забрали стада бандиты в общем ничего нету и детей у него не стало погибли его дети которые собирались всегда очень все было хорошо йов за них жертвы пришли чтобы ничего плохого случайно не какое-то слово не сказали в общем он старался всех детей все хорошо и тут остается без ничего и он нет всевышний есть всевышний ничего его отношение ко всевышний не поменялось все решает ну как видишь а сатан сказал это потому что ты его не тронул говорит всевышний тронь его только жизнь не решает сатан тронул он больной какие-то у него появились нарывы на теле он сидит в пепле весь шкребком сдирается эти нарывы страдания сумасшедшие зина ему говорит прокляни бога и умри также невозможно жить он говорит что всевышний дал всевышний взял да будет имя всевышнего благословенно и он много страдает потом написано что пришли к нему три друга три мудреца торы и пытается с ним беседы вообще неделю себе молча ничего не говорили начали с ним беседовать и мудрецы они непростые люди одного зовут или фаста и монетянин второго зовут билат шухиянин третьего сафар она монетянин на монетянин на монетянин как его зовут и они беседы беседуют там серьезные очень идут разговоры все понятно что не но но сложить это и сообразить это на не знаю каким у кого мочеком быть чтобы все это сложить вместе и разобраться в этом всем все они говорят правильно йов со своей стороны отвергает они и так и так и так и так и целая книга невероятная беседа очень умная заканчивается тем что он прошел это страшнейшее испытание и всевышний ему все вернуло опять дети у него появились и стаду него два раза больше всевышний ему еще подарил 140 лет жизни в общем невероятная личность очень долго он ему дал жить в то время уже столько люди не жили если он родился первенцем у на хора а мы знаем что похороны были когда мы уже были в пустыне мы уже жили и пошли мы в разведку 10 разведчиков погибает когда пришли с разведки говорили злую молву на страну израиль так вот они говорят страна которая хоронит своих жителей в общем и мидраж пишут это и были похороны йова вот тогда он умер всевышний не хотел что мы нападали на к нам пока уже не станет чтобы ее умер спокойной жизни он не хотел чтобы он страдал чем вот такое и такие вещи чем там более-менее понятно что это написано но то что написано в середине понять надо на быть очень таким мудрым человеком нахманит это рабби мошебин нахман ран бан он говорит что да я могу вам объяснить что здесь написано но это несколько человек во всем мире могут это понять вот так вот говорит так что это остается для нас скрыто полностью значение всей этой беседы то есть очень умный вот такой это уц первенец на хора кмойлера начальника рама одно из мнений что это лаван арамея но мы можем сказать ну как это написано что битуэль родил лавана и рифку естественно и как же так да есть такое мнение что битуэль был старшим братом не так он там стоит восьмым младшим и он усыновил своего брата младшего брата к муэля вот и к муэля рамеец вот это лаван рамеец есть комментаторы которые говорят что это северная армения что они как бы армяне были вот такой вот то есть так такие вещи есть и из этой семьи происходит ривка и из этой семьи произойдут у лавана девочки все четыре водочки лея и рахели бильга и зильпа только не от жены лея и рахеля бильга и зильпа наложниц почему такие вещи мы видим из этого отрывка из этого отрывка видим животное это есть такое тахаш единорог цветной кожи с которым мы шкур которых мы строили в храм пустыни то есть что-то красивое было и тут имя одного из славей на хора тоже тахаш есть такое ездит встречается эти имена но особо комментариев в особых нет но нам это важно чтобы понять откуда вас взялась ривка то есть то что сделали а врагам и цхак то это просто невероятно так так это сработало что все выше как из земли сделал ривку то есть семье злодеев битуэля лавана рождается невероятной чистоты ребенок и зовут ривка и мы видим что она была праведница невероятно и наши мудрецы говорят что если и как молился о жене своей ибо она была бесплодна этому читаем главе толдот и ривка тоже молится но всевышний отвечает и цхаку и почему мудрецы спрашивают отвечает и цхаку ривке не отвечает написано что исхак был праведником и он был сыном праведника а ривка была праведницей предки были злодеи поэтому вот так вот поэтому и не отвечает но то что они сделали невероятно это женоприношение и цхака тут все что сработало естественно что-то в мире поменялось и уже через три года после этажное приношение она уже взрослая она уже готова она уже напоила 10 верблюд да в водой что такое верблюд который сто литров воды может выпить ребенок есть и три года всего как же ребенок мог бы в три года спуститься в колодец набрать воды что тонну воды начерпать значит всевышний за три года она уже была взрослая и цхак на ней жениться вот так вот такое чудо а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души флайер бен григорьев павел бен эфим самый был герш хай малка бат йосиф мира бат аврагам роза бот михаэль памяти ури бен харитон мендель бен мендель яков бен нахум еще для поднятия души берта бат исраэль до здоровья светлана бат лара шимон бен десхак призвин мария анна бат ривка блин на 1 бацоди сура лена бат лара женя и до анна бат елена евгений бен софи от двора бат мирям моисей бен ева ирина бот двойра и иося бен раиса и неса бат мэйм евгений бен berta евгений бот и тафира бат а на геннадий бен елена леор бен клар ольга бат светлана йосиф дан бен сара таня бат фрида и до бот рива вадим Бен Накьяна, Юлия Батбелла, Яков Йосиф Бен Рхень, Шимон Бен Мира, Фейга Батберта, Марк Бен Нина, Ира Батвера, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Батцара, Ася Батгода, Мазл Парнаца Сгула, Ирина Батури, Арона Ребен Ри, За хороший дух Арона Ребен Двора, Низ Бен Ахум, Эвгаль Батцара, Парнаца Ибрют, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, всего хорошего, Олег Умарченко. Всем браха Парнаца Кавана, Мазл Ток, что мы это время не грешили, читали Тору, всем всего самого лучшего, крепчайшего здоровья, пусть война эта закончится, и чтобы все у нас было хорошо, и до следующих встреч, надеюсь, это завтра в 10.40, шалом.